Соглашение об активизации работы в этом направлении было подписано накануне. Свои подписи под документом в присутствии губернатора Сергея Морозова поставили Генеральный директор Федерального агентства по социально-экономическому развитию агломерации Юрий Кузнецов и Генеральный директор областного агентства передовых инициатив технологии проектов Сергей Голанд. Мы отдаем себе отчет, что мы хотим сделать. Именно поэтому вполне осознанно пришли к пониманию создания очень крупной, в любом случае в масштабах, по крайней мере, при Волжском федеральном округе, агломерации. Мы понимаем, что мы таким образом охватываем почти миллион человек. Около миллиона человек будет проживать в этой агломерации, используя вот этот основной принцип полицентричности, который у нас сегодня есть. Упомянутый губернатором принцип полицентричности заключается в том, что у агломерации будет сразу два ядра – Димитровград и Ульяновск. Это отличает региональный проект от других и делает его поистине уникальным. Таким образом, в области есть шанс попасть в лидеры нового направления. Первопроходцам всегда приходится трудно, но и бонусов они получают намного больше, чем последователи. Утвержден список из 16 пилотных проектов, в том числе Ульяновска и Димитровградская, вы знаете, входит в этот список. Не все развиваются активно и динамично. Пилотные проекты для отработки вот этих новых управленческих механизмов, как совместно управлять развитием территорий. Во-вторых, я могу сказать, что федеральные органы власти последнее время начали активное внимание уделять этому. Какие же преимущества даст агломерация? Можно будет жить в одном муниципалитете и комфортно добираться на работу в другой. Улучшится и местное управление. Активнее в агломерацию потекут инвестиции. Главным итогом создания и функционирования агломерации с точки зрения простого жителя должно стать формирование территории комфортной для проживания, работы и отдыха. Первые шаги по пути создания агломерации уже сделаны. Область получила из федерального центра дополнительно 620 миллионов рублей, которые будут потрачены на улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь именно пути сообщения сближают города и позволяют жить им единым целым организмам. Егор Тестов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.